75% к нам относятся, имеем сертификаты. Организационно-штатно более 1300 сотрудников в штате, как я уже говорил, более 12 продуктовых направлений, секунду, более 2,5 миллиона лицензий продано, более 5000 клиентов, около порядка 2000 совместимых решений и более 3000 компаний-партнеров, которые так или иначе либо интегрируют Астру, либо развивают свои решения на ее базе. Теперь, непосредственно переходя к экосистеме решений, которые мы развиваем и предлагаем. Первая часть у нас, она продуктовая, так называемый кубик, он представлен здесь на картинке. Внизу у нас, как я уже говорил, находится DCI-менеджер, это средство управления физической инфраструктурой, мониторинг физических серверов, мониторинг физического состояния оборудования из консоли, можно по всему миру, во всех цодах управлять из одной консоли большим количеством инсталляций в стойках и так далее. Выше находится уже сама операционная система, также продукт Астру Автомейшн, который позволяет централизованно ею управлять, деплоить, настраивать, разворачивать в различных сценариях. Также отдельно у нас идет решение рубокап, это средство резервного копирования, контейнерная платформа, платформа для виртуализации Брест и VM-менеджер, также решение для обеспечения централизованного управления уже инсталляциями операционной системы, это решение ALD Pro. Хочу отметить, что решения по безопасности, которые реализованы в самой операционной системе, они пронизывают все наши продукты снизу доверху. И также нужно отметить почтовый сервер РУПОСТ, средства корпоративной мобильности Workspot и СУБД Тантер. Это продукты. Кроме продуктов мы еще и предлагаем сервисы. И в целом наш подход продвижения на рынке является продуктово-сервисным, потому что, как мы поняли, без сервисов сами по себе продукты, они крайне сложно применяются, крайне сложно внедряются. Поэтому у нас в компании организован проектный офис, это специально обученные инженеры, которые ведут уже именно проекты по внедрению. Решение по пилотированию внедрения и миграции мы прорабатываем также с нашими инженерами. И наши инженеры, это более 200 человек специалистов, которые помогают интеграторам провести пилотные проекты, и провести проекты по миграции. Отдельное подразделение Astro Consulting – это уже такое вендорское сопровождение больших проектов на сотни тысяч инсталляций и с большим количеством решений, которые необходимо в инфраструктуру доустановить. Также техническая поддержка, дополнительные сервисы и проекты астрообразования. Вот сочетание наличия сервисов и наличия продуктов, оно позволяет действительно хорошо продвигаться на рынке и делать те решения, предлагать те решения, которые реально нужны нашим потребителям. Что происходит, когда нет сервисов? Зачастую вот такие все продукты, они распадаются на отдельные элементы, и крайне сложно их друг с другом совмещать, объединять и так далее. Соответственно, для того, чтобы мы развивали нашу экосистему, чтобы было понятно, как ее продвигать, было понятно, как ее применять на конкретных объектах, мы разрабатываем отдельные специальные сценарии. Сценарии идут от простого к сложному. У нас есть простой сценарий, это понятно, когда идет один продукт, это платформа для импортозамещения, операционная система, и, в общем-то, здесь все понятно. Пошел, поставил себе операционную систему и уже с этим работаешь. Следующий вариант, так скажем, поставки экосистемных решений заказчика, это пара, двойка, это операционная система плюс ОБД. Наиболее такой классический простой сценарий, когда идет, например, операционная система Astralinux и СУБД Тантер, с платформой управления Тантер. Здесь уже немножко сценарий посложнее, и требуется интеграция с существующей инфраструктурой, ну, более сложная. Но, тем не менее, такие проекты, они успешно уже и сейчас довольно активно внедряются. Более сложный вариант, это тройка, это, например, СУБД, операционная система, и плюс еще какое-то дополнительное решение, например, средство резервного копирования. Это уже полноценное решение для промышленной работы, они уже готовы, могут поставляться, так скажем, уже в виде некого, ну, условно, пака, не пака, но набора компонентов, и уже довольно-таки в большом количестве сценариев работают. И вариант с полным кубиком, это когда уже вся экосистема продуктов группы компании Astra, это и виртуализация, это и VDI, это почтовые серверы, операционные системы, СУБД, это уже довольно-таки тяжелые системы, когда много пользователей, высокие нагрузки, жесткие SLA, и в первую очередь мы это рассматриваем для корпоративных сценариев, которые, когда мы заходим с заказчика и предлагаем попытаться полностью интегрировать наши продукты в свою экосистему. И такие подходы тоже есть, они имеют свои плюсы, имеют свои минусы. В чем основной плюс этого подхода? То, что нет необходимости больших действий по интеграции с другими продуктами. То, что все изначально уже работает. В итоге, проведя такую работу, мы выработали 16 типовых сценариев, например, только для одной серверной платформы. Это сервер виртуализации, это почтовый сервер, это сервер, допустим, баз данных, которым идет не просто СУБД в составе операционной системы, платформы управления кластером СУБД, средства резервного копирования, операционная система, все, что необходимо. Сервер виртуализации, такой сценарий применения, там уже может идти не только операционная система плюс платформа виртуализации, но и, допустим, средства для работы с VDI. Именно такой подход для построения своей экосистемы, он себя максимально хорошо оправдывает. Причем, учитывая, что мы разрабатываем продукты в большом количестве, мы сейчас проводим тестирование наших продуктов не только на совместимость нашей операционной системы, но и на совместимость с другими операционными системами. Вот слайд, который у нас представлен, табличка, она выложена у нас на сайте, можно ее скачать, посмотреть в PDF. Это текущее состояние совместимости наших продуктов с другими операционными системами. Здесь и Windows, здесь и Linux, здесь и Android. Да, у нас есть еще и релизы под Android, допустим. Видно, что вот там, где серые квадратики, это все пусто, то есть там совместимости вообще никакой нет. И понятно, что обеспечить совместимость всех, там, большого количества продуктов со всеми операционными системами, это крайне тяжело. С Windows, с Android, это практически невозможно. Столько там какие-то агентские решения, либо клиентские машины, например, пользователи Outlook, а с Windows может работать, получать почту с нашего корпоративного сервера RuPost. Совместимость с другими дистрибутивами Linux мы не отбрасываем, там ситуация получше, но до сих пор не идеальна. Очень тяжело со всеми работать, особенно с теми, кому мама сказала, что они особенные. Бог с ним, ладно, мы, может быть, еще и обеспечим совместимость продуктов в моменте, но крайне сложно синхронизировать дорожные карты развития с другими операционными системами. Продукты все развиваются. Если можно в моменте собраться, набраться сил, обеспечить, провести тестирование на совместимость, доработать, но как только выходит новая версия другой операционной системы, новая версия нашего продукта, опять функционал разъезжается. И синхронизация дорожной карты развития с другими операционными системами, это очень крайне тяжелый процесс. и без встречного, допустим, движения в нашу сторону со стороны наших партнеров по рынку, это сделать практически невозможно. В итоге мы получаем на самом деле такое лоскутное одеяло, которое, в общем-то, затрудняет задачу импортозамещения. Ситуация совместимости наших продуктов с нашей операционной системой, она получше. Вот здесь зелененьким показано, что все продукты группы компании Астра совместимы с операционной системой Астра Линукс, что, в общем-то, ну, понятно. Работа проводится большая, сложная. Эту работу крайне тоже тяжело проводить. Но на сегодняшний день что у нас уже достигнуто? Достигнута полная совместимость стека продуктов с операционной системой. Решена задача синхронизации дорожных карт развития. То есть, как только будет выходить новый продукт из группы компании Астра, соответственно, мы видим, понимаем, что он будет также совместим с новой версией операционной системы. И обеспечена полная сервисная поддержка всех продуктов группы компаний в рамках единого окна, что, соответственно, значительно снижает стоимость интеграции сопровождения. Это хороший, позитивный сценарий, но хочется говорить не только об успехах, а хочется поговорить, наверное, и о том, какие сложности у нас есть и что нам предстоит еще сделать. Наверное, еще хочется сказать, что, наверное, одной из самых больших и ответственных задач при разработке экосистемы продуктов – это интеграция подсистемы безопасности. Потому что мало того, чтобы обеспечивалось функционирование различных продуктов, необходимо сделать так, чтобы все продукты работали в рамках, использовали единые СЗИ. был обеспечен поиск, устранение уязвимостей на всех этапах жизненного цикла всех продуктов в соответствии с требованиями ГОС по безопасной разработке. И была обеспечена минимизация угроз с возможными уязвимостями уже в прикладном программном обеспечении. Это все большая работа, которую мы сегодня проводим, и она будет проводиться бесконечно долго дальше. Что предстоит еще сделать? Первое. Предстоит разработать единую дизайн-систему и руководство по стилю. Это UI – графический интерфейс. Чтобы наши пользователи привыкали к какому-то одному, так скажем, паттерну в оформлении продуктов. Следующее. Техническая унификация подходов к UX-UI. Единые стандарты пользовательского опыта. Для того, чтобы пользователь, поработав с одним продуктом, мог переносить свой пользовательский опыт на другие продукты. Отдельно большая задача, которая стоит перед нами при формировании экосистемы продуктов – это не просто обеспечение совместимости даже в течение какого-то длительного периода времени, а решение задачи стандартизации форматов данных и API-решений. Это тоже еще предстоит делать, потому что многие продукты разрабатывались самостоятельно в отрыве от других. И переработка API, и переработка доработка его для того, чтобы это было как бы неким общим, единым полем – это большая сложная задача. Ну и, наверное, одна из самых сложных задач – это унификация архитектурных подходов при разработке продуктов. То есть, еще раз повторюсь, обеспечение совместимости – это здорово, но решение унификации API, унификация архитектурных подходов при создании продуктов – это то, что нам предстоит делать, это большая сложная работа, и мы за нее уже взялись. Для того, чтобы внешним разработчикам, нашим разработчикам и внешним разработчикам было комфортнее и удобнее с нами работать, было понятно, как работает наша экосистема, как работают продукты в нашей экосистеме, у нас запланированы на будущее два больших проекта. Это полноценный портал для разработчиков, где будет выложена не только документация, но и будет выдан, передан инструментарий для работы с нашими продуктами. И отдельный проект – это открытые, защищенные, доверенные репозитории для продуктов и компонентов. То есть, не только для операционной системы, но и для всех продуктов группы компаний. Примерно вот такие подходы у нас по развитию экосистемы продуктов. Я готов ответить на вопросы. Спасибо. Здравствуйте, Михаил Новоселов, компания «Раста». Вы сказали про тех, кому мама стала что-то не особенное. На мой взгляд, эта проблема нас всех касается действительно, потому что если у ведущих мировых дистрибутивов, «Пархелла», «Бунты», жизненный цикл, он очень внятный, то у всех или почти всех российских дистрибутивов жизненный цикл, он, скажем так, в процессе активного формирования. И когда любой сторонний разработчик, у меня будет как раз доклад про завтра, про то, как сделать пакеты так, чтобы они работали на разных дистрибутивах, сторонний разработчик, он не имеет внятного понимания, какие интерфейсы он может использовать, какие, например, библиотеки системно используют, какие носить с собой. Например, вот вы же, допустим, «Астра» наследует «Зебиан», то есть основные, там, тем, для тех, как они обновляться, не будут, понятно, в рамках платформы, а, например, «Кути» может любой момент обновиться. Вот я думаю, было бы неплохо написать какой-то список рекомендаций для сторонних разработчиков, как собирать пакет, который бы учитывал особенности разных дистрибутивов, но для этого нужно, чтобы разработчики дистрибутивов как-то декларировали свой подход к жизненному циклу, что, допустим, тот же «Кути», который в «Астра» обновляется, в рамках платформы обновляется, но разработчик, он вряд ли будет понимать, может ли он полагаться на какие-то интерфейсы, или ему с тобой носить свою копию. Соответственно, вот это наша общая проблема, которую, я думаю, надо как-то совместно решать. Да, Михаил, спасибо за комментарий, я полностью согласен. Я еще раз говорю, что у нас эта задача перед нами стоит, в том числе разработка портала разработчика, потому что документация для разработчиков у нас сейчас уже выложена, но ее явно не хватает. Конечно, хочется двигаться в сторону и публичных дорожных карт, и публичной информации по перспективам развития, ну и, соответственно, публичные ресурсы для описания уже инструментария разработки, API и так далее. Полностью согласен, поддерживаю. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю насчет, кому мама говорила. Смотрю, зацепила. Я специально. Это вы все правильно набросили, да, зачет все такое. Значит, у меня такой вопрос. Он отчасти контрольный, да, отчасти прикладной. О чем договариваться с вами, о чем договариваться с Debian? То есть, например, я думаю, что базовая версия ядра с вами договариваться можно, потому что вы его поддерживаете. А о той же Glyps, о том же OpenSSL, вот что вы можете сказать коллегам из того, за что вы даете как проект, как дистрибутив, где вы определяете, что вы поддерживаете, да, вот базовые версии, состав, функциональность, то есть вы за что, да, вот что, да, грубо говоря. А что, ну вот силою вещей, по причинам, так сказать, вашего текущего выбора, даже не консультироваться с Debian, а смотреть на Debian. Вот просто вы сами это скажите, будет понятнее другим, как вы как с вами работаете. Все очень просто. Мы контролируем полностью весь дистрибутив. Мы сами определяем любой компонент, начиная от ядра и кончая последним библиотекой. Я про ветки. Вот ветку Glyps в следующем выпуске вы определяете, или это версия Debian, которая... Мы определяем мы. Мы берем ту ветку, ту ветку Glypsi, которая нам будет удобна по версионности. Мы обычно стараемся брать самый максимально свежий Glypsi, максимально свежее ядро на момент сертификации. Мы исходим из этого. То есть если есть возможность, доступность взять более свежий Glypsi, мы, естественно, берем Glypsi. Ну, например, в ветке 1.5, Astralinux 1.5 Special Edition, которая базировалась тогда на Debian 7, там мажорные версии Glypsi менялись неоднократно и существенно поднимались, бамперы сверху. И от того, что мы базировались на 7-ом Debian, это совершенно не зависело. Потому что в момент отпочкования Astralinux 1.5 от Debian, с этого момента полностью весь репозиторий формируется нами, исходя из наших предпочтений. Об этом я говорил, докладывал 2 года назад также на УЗД. Я, похоже, прогулял ту лекцию. Потому что в альте, например, версия Glypsi фиксируется, причем не просто новейшая, а новейший LTS перспективный. И то же самое с ядром. Ну, с ядром понятно, что и у вас LTS. И дальше ее стараются не менять на протяжении, точнее, я не помню прецедентов, смены ветки Glypsi в стабильных ветках альта. В общем, есть что думать. Спасибо за то, что вы думаете. Всегда. Вообще, конечно, была бы отдельная дискуссия прямо от троих представителей посадить. Вот это, так сказать, Debian-based Astra, Fedora-based Rasa и... Ну, северный у вас... Да, и мы тоже самостоятельно... Мне можно об этом судить, я был бы техдиректором Rasa несколько лет. Вот, поэтому, да, спасибо за замечание. И совершенно самостоятельный альт, который сместил все несовместимое из всего. Достаточно вспомнить обгет, который с RPM-ом одновременно, чтобы прямо сразу было видно самостоятельность и подковные облота. Вот посадить их в одну банку, так сказать, и вот прямо отдельный такой стол сделать, это было бы... Коллеги, еще вопросы? Есть ли другие вопросы? У меня вот еще время есть. А то я опять Шигурину отдам, и вы будете слушать его комментарии. Задавайте другие вопросы. Есть, наконец-то. Всем привет. Спасибо за договор. Было очень увлекательно и достаточно плотно. Вопрос такой, что называется, в сторонку. Вот мы тут к товарищам на стенде Аст подошли, вот там планшетик. Тут выяснилось такой маленький неприятный момент. Нам сказали, что FlyDM на планшетное железо под планшетное взаимодействие портироваться не будет. Вы что-то так напряглись, расстроились? FlyVM, не FlyDM. FlyDM – это дисплейный менеджер. Он отвечает за старт графической оболочки. FlyVM действительно портироваться не будет. Под мобильный астер выбрана другая графическая среда. Так что, так. Это более оптимальный вариант именно для работы с маленькими экранами. Все-таки FlyVM, он разрабатывался непосредственно больше под десктоп. Спасибо большое. Я хочу поговорить, добро. Я же сразу вижу, может человек добросить метр хотя бы или нет. Еще вопросы? Ну, туда аплодисменты докладчику. Спасибо.